Здравствуйте! В эфире проект телеканала «Беларусь-4. Школа жизни». В прежние времена семьи жили несколькими поколениями в одном большом доме, и дети были под присмотром. Теперь практически у каждой молодой семьи отдельное жилье, родители много работают, и им однажды приходится сказать своему ребенку «Теперь ты самостоятельный, остаешься дома один». Какие трудности могут возникнуть в этом случае и у детей, и у родителей? И как найти выход из этой ситуации? Об этом сегодня в выпуске «Один дома. Самостоятельный ребенок». Уважаемые родители, дом – это то место, где ребенок учится быть взрослым. Нам так или иначе нужно будет оставлять ребенка дома, и лучше, чтобы он был к этому готов. Чтобы остаться одному дома, ребенок должен быть готов. Подготовьте своего ребенка к этому. Умение оставаться одному дома – это жизненно важное умение. И чем раньше оно появится у ребенка, тем лучше. Итак, уважаемые эксперты, определено ли нормами, законами Беларуси, с какого возраста родители могут оставлять ребенка дома одного? В нашем законодательстве нет такого пункта, который регламентирует возраст, с которого детей можно оставлять дома одних. Не только не определено, со сколька можно оставлять дома, но и даже есть такой спорный момент, с какого возраста можно, допустим, забрать ребенка из детского сада. То есть у нас все очень индивидуально, лояльно. Если дети очень рано взрослеют, то они могут как бы составлены одни дома, так и помогать отцу, матери смотреть за младшим. Слово «самостоятельность» – это ведь не только способность обслужить себя. Родители жалуются, по сути дела, на самих себя, что мы не смогли воспитать ребенка, чтобы он самостоятельно стоял на своих собственных ногах. Что такое самостоятельность, сам стою? Родители, имея в виду неспособность поухаживать за собой, говорят о том, что нельзя ребенка оставить дома одного. То есть они приравнивают самостоятельность и безопасное нахождение дома. Есть разные дети. Есть дети, которые экспериментируют буквально со всеми, собственным телом. Например, сейчас наберу ванну воды побольше, буду погружаться, что это будет? Дети могут экспериментировать и с газом, и с чем угодно. Но здесь вопрос ставится как? Если я его оставляю, что он делает один, без меня? Но если он не обучен вот этой технологии остаться один и чем-то заниматься по какому-то плану, то наверняка возникают такие вопросы, что он не самостоятельный. Но мы сейчас наблюдаем, что очень интересный такой перекос. Дети, например, могут легко зайти в интернет и забронировать, например, отель на близлежащий отпуск. Но при этом этот же ребёнок, например, ему 16 лет, он не может себе на кухне пожарить яичницу или достать еду и просто её элементарно разогреть в микроволновке. Психологи различают несколько типов самостоятельности. Конечно, конечно. Это житейская самостоятельность, учебная самостоятельность и самостоятельность действий. Вот скажите мне, уважаемые эксперты, все эти типы самостоятельности, самостоятельности, они обязательно развиваются вкупе или можно быть житейски самостоятельным, а вот как организовать свою учебную деятельность, не знать. Самостоятельности, они формируются у детей вместе, вкупе. Если мы говорим о житейских, знаете, как есть захочешь, что-то поешь, пусть не приготовишь, да, ну там яблоко, грушу в любом случае найдёшь. То, что касается обслужить себя, не умеет постирать носочки, в лагерь, в санаторий. Там это делают все, там можно подсмотреть. То есть ребёнок будет вынужден это сделать, и он научится. То, что касается школы, здесь немножко всё сложнее. Здесь у нас в основном всегда звучит слово «должен». То есть это твой долг, это твоя работа. Поэтому они боятся этого больше всего. Поэтому от того, как направят родители, будет зависеть, какая из этих трёх частей, из этих трёх компонентов будет развита больше или меньше. Да, гениальных детей у нас довольно мало, чтобы они во всех областях были спецами. Но в любом случае это формируется вкупе. Естественно, вопрос как бы возникает, насколько родители позволяют учиться этому, да, то есть позволяют в их присутствии что-то приготовить, да, чего-то сделать, да. Ну, я так думаю, что чем больше детей, тем это проще решается, потому что мама, папа за всеми не усмотрят, да, ну, в какой степени... Это очень оптимистичный прогноз. Может быть, но в какой степени это уже, да, другой вопрос. Просто вопрос такой, что, конечно, если мы берём учёбу, то здесь очень важна самоорганизация, да. Это человеку то, что неинтересно делать, он должен быть этому научен, да, он должен уметь обучаться сам, это одна деталь, да. Вторая деталь, когда ты остаёшься дома, ты понимаешь, что тебе нужно чем-то заняться и покушать, и здесь это совсем разные вещи, дети этому так или иначе учатся. Естественно, вопрос как бы возникает, насколько родители позволяют учиться этому. Как эту самую самостоятельность воспитать? С чего начинать? Если вспомнить собственный опыт, во сколько родители начали меня оставлять дома, и как это происходило, то я могу вспомнить, что это иногда происходило болезненно, когда отцу с матерью нужно было уходить в третью смену, а я ещё вот, будучи там, ну, совсем там старшим дошкольником, да, наверное, лет шесть, и провожал отца, и мне было психологически очень страшно оставаться одном дома. И именно вот с этого, я считаю, с этого перехода от умения не бояться одному оставаться дома, с этого надо и начинать работать с детьми. Пусть это будет сначала 15 минут, пока я выйду, сынок или доченька, в магазин куплю тебе там, ну, заодно продукты, куплю тебе мороженое. Пусть это будет сначала 15 минут, потом пусть это будет час, мне надо съездить в город, ну, купить тебе какую-то вещь, и потом уже действительно вот, чтобы целую рабочую смену, пока родители на работе, тут уже дать чёткие указания, проснёшься, захочешь поесть, возьмёшь это, захочешь поиграться, позвонить, посмотреть, у тебя вот есть такие возможности, и я приду тогда-то, тогда-то, а если вдруг возникнут какие-то вопросы, ты можешь мне позвонить. Вот с таких вот элементарных инструкций надо приучать детей, приучать детей к умению не бояться оставаться одна. Если мы с вами это приучим детей, то уже снять другие проблемы, там, проблему безопасности, и уже выводить ребёнка на более совершенный уровень самообслуживания, чтобы он к вашему приходу ещё мог вам и ужин простенький приготовить, ну, тогда будет вот, если так поступательно проходить, от простых задач к сложным будет результат. Когда можно оставлять ребёнка дома, ну, как один из индикаторов, когда ты говоришь, ну, мы пошли, да, и тебе говорят, окей. Может быть, кто-то из родителей спросит, а сколько времени вообще понадобится на вот воспитание этой самой самостоятельности? У психологов есть очень хорошая наработка. Вот, например, они консультируют ребёнка. Там 10, 12, 13, ну и дальше, да. Вот при консультации психолог может задать вопрос, ну, как тебе ребёнок, ты же уже почти взрослый, да, как ты себя ощущаешь? И вот этот вот такой базовый вопрос, ты себя как ощущаешь, ты уже взрослый или ребёнок? И что любопытно, тоже психологи отмечают, что иногда 10-летний ребёнок говорит, я уже взрослый, я и в магазин хожу, и маленького братика там с садика забираю, то есть он называет очень много причин. Но бывают дети, которым 16-17 лет, которые говорят, нет, вы знаете, что я себя ощущаю ребёнком. И от того, как ребёнок себя определяет, психолог выстраивает с ним консультацию. Консультация у психологов идёт по какому руслу? Есть права и обязанности. Какие есть права у взрослых? Ты хотел бы эти права? Отлично. А теперь давай разберём, какие есть обязанности. И тут мы приходим к такому консенсусу, да, что взрослый – это не только 42-го размера обувь, и пиджак 52-го, да, там, или 54-го. Это есть ответственность, это есть самостоятельность принятия решений. В конце концов, когда ты берёшь ответственность за всю свою жизнь, самое элементарное – заработать деньги на себя, правда? Вот. Или хотя бы очень хорошо учиться в школе, или стремиться к этому. Самостоятельно обслуживать себя, самостоятельно выбирать учебное заведение, где буду учиться. То есть самостоятельность – это ведь не абстракция, это очень конкретные вещи, которые можно посчитать. Для того, чтобы научиться плавать, надо как минимум погрузиться в воду, да. Так и с этим понятием, умением оставаться наедине, да, тоже надо создавать такие ситуации. Хорошо, если это происходит, ну, не методом шоковой терапии, да. Всё, мы пошли, а ты остаёшься один. А вы куда? Подождите, я с вами. Нет, ты остаёшься один. У нас же шикарное поле для того, чтобы воспитать более в мягкой форме у детей самостоятельность. Вот смотрите, вот мне кажется, первый раз самостоятельность можно почувствовать, когда ты едешь в пионерский лагерь, отрываешься от мамы-папы, попадаешь в абсолютно незнакомый тебе коллектив, абсолютно все новые. Ты остался один, и вот как дальше пойдёт твоя жизнь, полностью зависит от себя. И ты начинаешь приобретать навыки режима дня. Если его не было, это для кого-то будет открыться, что нужно жить и так. Ты учишься застилать самостоятельно кровать. Ты, как и все, с утра и с вечера идёшь и чистишь зубы, умываешься, да, если там дома подленился. В более старшем возрасте, кроме лагерей или выездов на оздоровление в составе организованной группы, это могут быть, я не знаю, туристические походы, где полностью ты становишься в автономном существовании и уже выводишь свой навык вот этого быть наедине уже вот просто на более совершенный уровень. Нужно тренировать, нужно погружаться в такие ситуации, и чем чаще их создавать и постоянно как бы совершенствовать, различные задания, когда ребёнок остаётся один, тем будет лучше. Знаете, разные подходы есть. Вот Жан-Жак Руссо в своём великом труде, да, Эмиля в испытании, он методом шоковой терапии отводил Эмиля в лес, бросал его, чтобы сделать из него самостоятельного человека и смотрел, выберется он или нет. Не знаю, насколько это для психики... Это не есть хорошо. Это не есть хорошо, когда ребёнок в этого леса потом боится до конца своих дней. Но что-то в этом было. То есть он создавал условия, чтобы тот же королевский принц, несмотря на весь вот этот вот великолепный уход, мог понять, что иногда в жизни нужно уметь остаться одному и как-то, и что-то с этим делать. Сегодня, вот в нынешний век мы настолько торопимся, боимся чего-то не успеть сделать, и очень упускаем, и мало времени проводим с собственными детьми. Я где-то когда-то прочитала одно из исследований психологов, что в среднем родители с детьми проводят в день 17 минут. Ну, это средние цифры, да, понятно. Но что можно успеть за 17 минут? Быстро поел, да, там, умылся, почистил зубы, уроки сделал? Только вопрос, потому что сделать даже нереально. Поэтому это процесс долгий, и сколько времени? Да всю жизнь. Мне мама, даже в моем возрасте, что-то, какие-то моменты может даже подсказать. Не обязательно я это сделаю, но подсказать обязательно нужно. Поэтому понятие самостоятельность очень относительно. Один дом – это очень серьезная тема, и мы посвятим ей не одну передачу. Безусловно, очень важны вопросы личной безопасности ребенка. О них в следующих выпусках. А сегодня поговорим о воспитании детской самостоятельности. Случалось ли в вашей педагогической практике, когда родитель приходил и сетовал? У меня очень несамостоятельный ребенок. Подскажите, что мне делать? Такое ощущение складывается, что мы слишком заботимся о детях, слишком много внимания, слишком много хочу, да, и там, да, и слишком много желаний. Почему? Потому что чем вот характеризуется тот же допереходный возраст у ребенка? Тем, что ребенок уже отделяется от семьи, то есть он это как-то осознает, понимает, что он личность, что он это не семья, ну, как бы не родители, и что он в конце концов, да, уйдет из семьи, да. И ребенок в этом возрасте старается оставаться один. Вот ему надо дать такую возможность. У ребенка, когда вот он взрослеет, да, есть очень ответственный период. Его называют кризис. Кризис трех лет. Вот что происходит в этом кризисе? В кризисе происходит очень интересная, ну, скажем так, как такая психологическая наработка. Ребенок вдруг в один прекрасный день или в одно прекрасное утро открывает глаза и понимает. Он не пребывает в симбиозе с мамой. Он может вообще один пойти на кухню, открыть холодильник и что-нибудь достать. И вообще он может без мамы спокойно пойти и сесть на горшок. Он может без мамы или без папы, или без бабушки. Один. Тогда что делает ребенок? Так предусмотрела природа. Ребенок начинает говорить «не хочу». Вот, например, вы говорите «малыш, ты будешь?» Ребенок еще не услышал, что вы ему говорите. Он говорит «не буду». «Ты будешь?» «Не буду». «Ты это хочешь?» «Не хочу». Но ведь согласитесь, что это ведь происходило не сегодня, да, вот этот вот кризис. Он же исследован уже очень давно. То есть так предусмотрена природа, что в три года ребенок говорит «я есть самостоятельная единица». Я не есть в приложении к маме, к папе, к бабушке. Мы не в симбиозе, мы не сямские близнецы. Мы, я есть самостоятельное живое существо, которое желает сам слышать, сам что-то делать, да, и развиваться в этой жизни. Наверняка педагоги слышали, и самим приходилось такое говорить. Уважаемые родители, ваш ребенок излишне самостоятельен. Бывало такое? Бывало. Вот скажите, существуют ли негативные аспекты самостоятельности? Я крайне редко с таким встречалась. Почему? Потому что обычно взрослые с пониманием относятся к раннему взрослению ребенка и приветствуют это, да. Но очень часто это с чем сопряжено? С тем, что ребенок начинает высказывать свою точку зрения. Были случаи, когда вот действительно дети были самостоятельны не по годам. И всегда такая самостоятельность, она была со знаком минус. Потому что эти дети выпадали из коллектива, требовали к себе из-за вот этой излишней самостоятельности, из-за того, что я вот не хочу со всеми, пойду я, ну, по-своему что-то буду делать. Выпадают из поля зрения педагога, и то есть требуют того, чтобы педагог индивидуально отвлекался именно на этого ребенка. Традиционный способ воспитать самостоятельность ребенка – это обеспечить его занятость. Где лучше? Дома? В школе? Вне школы? Что предлагают школы и внешкольные учреждения? Что предлагают общественные объединения? Учреждения образования и культуры, и просто индивидуальные предприниматели сейчас предлагают вот такое широкое поле для занятости детей. Причем я вот смотрю, даже футбольные частные школы с 4 лет набирают детей, да, которые вот просто, ну, не знаю, насколько это будет эффективно, но тем не менее набирают. Школа развития ребенка тоже там с 3 лет английский, чудо рисования, все на свете, упражнения. Родители на это, конечно, идут, они считают, что вот если отдадут ребенка вот в эту среду, то он начнет интенсивно расти, но это их выбор, это выбор родителей. Самое важное, чтобы потом у ребенка все-таки появился свой выбор. Я вот опять из личного опыта, меня родители в первом классе записали на бальные танцы, низкий им за это поклон, я теперь хорошо умею танцевать, да, и ходил я на эти танцы 2 года, то есть все было хорошо, но потом у меня в связи со сменой места постоянного проживания, на танцы не получалось ездить, стал выбор, и я выбрал вольную борьбу, ну, то есть, ну, это тоже был мой выбор. Мне кажется, излишняя загруженность для ребенка, она не всем идет на пользу, скажем так. Если ребенок, ну, как-то хочет развиваться, там, не знаю, медалисты супер какие-то успешные, да, вот в каком-то направлении, они постоянно работают, для них да, но это не большинство. И если мы смотрим, если дети, например, будут заниматься после школы сразу же, там, например, тренировки, после тренировки музыка, после музыки, там, английский, да, то что мы получим, как бы, мы, скорее всего, вероятность очень большая перегрузить психику ребенка, который через, там, пару лет скажет, что, ну, у вас со всеми этими вашими делами, задачами, пойду я лучше камнями побросаю стекла, но мне будет от этого, там, как бы, лучше, да. Поэтому я считаю, что излишне заботиться о занятости ребенка достаточно вредная часть, да. Но с другой стороны, как бы, да, мы предоставляем ребенку выбор. Да, давай, ты хочешь вот этим заниматься, да, занимайся этим заниматься, занимайся. Таких возможностей у нас в городе сегодня полно, на самом деле. Предлагать, да, навязывать, я думаю, что это плохо. Нужно воспитывать свободную личность, да, и самого раннего возраста, как идет воспитание свободной личности, то есть мы считаемся с ребенком. Малыш, что ты хочешь, да, тебе это интересно, неинтересно, давай попробуем. Если не получится, у нас есть возможность перейти в другое место. Как ты считаешь? Нам очень важно твое мнение. То есть здесь, когда мы говорим один дом, о ребенке, который остается, да, это значит, мы говорим о том, что ребенок, который знает, чем себя занять, что ему делать, да, и он не будет сидеть, ну, скажем так, истуканчиком. Сегодня мы уже говорили о нескольких видах самостоятельности, да. Я говорила о том, что вот в этой области у современных деток есть перекос, да. Дети знают, как себя вести в большом мире, да, то, что мы вот как психологи определяем зону твоего ближайшего развития, да, но забываем то, что вот оно совсем рядом, да. И вот чаще всего такие дети не умеют заправить постель, да, там не умеют себя обиходить, то есть не знают, как приложить свои руки, не помогают по дому. Почему? Потому что мама как говорит? «Сыночек, я сама все уберу, я приготовлю, я все сама сделаю, а ты вот в большом мире, да, иди завоевывай, как вот Сергей сказал, вот эти медали, да, стремись к лучшему, будь самым первым, там, по шашкам, по шахматам, в волейболе, в футболе, там, по плаванию, пусть у него будут нагрузки везде, где только можно. А вот дома, ну, это как бы не обязательно. И вот здесь мы сталкиваемся с противоречием, то есть здесь суперразвитый ребенок, да, а в бытовом плане он не приспособлен». На мой взгляд, мы очень с перебором, с большущим жалеем детей, просто жалеем. И вот эти вещи, как бы, когда вот ребенок дома один, да, и мы такие, мы же хотим быть хорошими, на тебе лего, не хочу лего, давай порисуем, не хочу рисовать, давай тебе почитаю. И вот это давай, 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 устаем сами, убиваемся сами, но давай, чтобы ребеночку только, только, только что-то дать, чтобы ребеночек, не дай бог, не всплакнул. Я вспоминаю мое детство, да, хорошее детство, потому что не было телефонов, не было компьютеров, да. Но сейчас неплохое, да, все развивается, но тогда было вот такое своеобразное, да. Я помню до сих пор, я подходил к маме и говорил, мама, я не знаю, чем мне себя занять. Я не помню, это, наверное, было, может, детский сад, может быть, начальная школа. Или еще вариант, мне скучно, мама, мне скучно. Да, мне скучно, да, я не знаю, чем себя занять. Она мне так говорила, найди себе занятие сам. Правильно сказано, ну, дети разные бывают, ведь ребенок может пойти опять-таки и задуматься, а что же там в розетке. Вот если я засуну, чего будет, поэтому мы ведь отправили, займи себя сам, он занял, он найдет занятие, поэтому здесь настолько все индивидуально. Мне кажется, что мы очень много вот сейчас развлекаем детей, вот эти цацки, да, и очень мало готовим к настоящей жизни. И можно написать целый список, что должен уметь мой ребенок, да, когда я его должен, когда я его выпускаю в большую жизнь, да. И вот здесь мы можем просто вот прописывать, каждая мама должна просто где-то в голове держать этот внутренний список, да. Умеет ли мой ребенок самостоятельно приготовить себе еду, умеет ли он элементарно убрать за собой, да. У него есть вот это видение, что здесь беспорядок, вот это внутреннее ощущение, я неаккуратный, здесь неаккуратно, дай-ка я приберусь. А ведь этот навык очень важный. Или, например, ребенок, ожидая родителей, имеет ли навык не просто сидеть ждать, мне скучно, да, вот, а ждать активно, дай-ка я что-то сделаю к приходу своих родителей. А это ведь тоже один дома, правда? Вот эти вот вещи нужно держать в голове, то есть какой ребенок созревает, какой плод созревает в моей семье, насколько он самостоятельный. Ребенок живет в социуме, в социуме есть определенные правила. Но ребенок, это личность, мы, как помощники, да, в основном мы навязываем... Твоя свобода заканчивается ровно там, где заканчиваешься ты для ребенка. Мы не требуем стерильности, да, но если, извините меня, неряха в 17 лет, а ему в 18 лет уже по закону выходить жениться, а еще круче идти в армию, а у тебя нет этого навыка, извините меня. Нет проблем, армия научит, мне ощущение проблем. Вы же смотрите, какая это еще одна школа жизни. Но есть ли рецепт единственный, универсальный? Универсального готового рецепта нет, потому что сколько людей, столько и должно быть рецептов. Поэтому каждый сам должен пробовать, действовать и дерзать. Мы подсказали компоненты, а каждый сам решит, чего приготовить. Кто-то перчика добавит, кто-то соли больше. Не надо много соломки бросать впереди ребенку. Уважаемые эксперты, в финале нашей программы дайте, пожалуйста, советы родителям, как воспитать самостоятельность у ребенка. Уважаемые родители, пожалуйста, позвольте вашим детям взрослеть. Чтобы научить ребенку самостоятельность, ему нужно ее предоставить. Давайте просто ребенку больше дел делать самому. Сначала под вашим контролем, потом самостоятельно. Наверное, только так можно воспитать самостоятельного ребенка. Уважаемые родители, давайте работать вместе. И совместная работа в результате создаст самостоятельного ребенка. Уважаемые родители, дайте возможность быть ребенку одному и при этом не испытывать одиночество. Как сказал один мудрый человек, главная задача воспитания – это научить детей обходиться без нас. Но помочь стать ребенку самостоятельным все же должны родители, а не трудные жизненные обстоятельства. Так давайте учиться вместе со Школой жизни на Беларусь-4. Всего вам самого доброго и до следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!